Продолжается какая-то совершенно сумасшедшая чехарда с руководством белорусских предприятий. Я уже несколько раз рассказывал, что массовые увольнения идут квалифицированного рабочего персонала, а также инженеров. И, собственно говоря, это приводит предприятие к какому-то коллапсу, потому что заменить их людьми, которые работают без году недели, невозможно. ПТУшниками тоже невозможно. Это все приводит к тому, что предприятие де-факто не может делать того, что оно делало. Даже несмотря на санкции. Понятно, что при санкциях оно вообще ничего не может делать. Но даже те какие-то примитивные вещи, которые оно могло бы сделать, или, допустим, перепрофилироваться, или что, но без квалифицированных рабочих, прежде всего, инженеров, не сделаешь это, понятно, абсолютно ничего. Но вот теперь дошло на том же самом БелАЗе, о котором сейчас пойдет речь, дошло до увольнения уже высшего руководства, высшего менеджмента. Все мы прекрасно знаем, что там попереарестовали кучу народа, пятерых замов арестовали за вроде кражи, которые то ли были, то ли не были интересны, что эти замы, естественно, были тоже не такие, это старые, это все ябатьки. Ну, понимаете, система начала жрать саму себя. Такое уже видели когда-то в 37-м году, когда, помните, при Ежове начали чистить тех, кто пришел при Егоде. А при Берии начали вычищать тех, кого привел с собой Ежов. А когда Берию, сами помните, их стенки поставили, после него, соответственно, начали вычищать тех, кто работал при нем. Это уже при Хрущеве началось. То есть, вот такая вот свистопляска, она продолжалась ни разу, ни два, она частенько происходит в тоталитарных обществах, в тоталитарных странах, где все зависит не от закона, где все зависит не от способностей человека, а где все зависит просто от воли какого-то психопата, одного, которому сегодня кажется одно, а завтра в силу мозаичной, сказать, шизофрении, у него совершенно другие уже представления о действительности, и он милит уже совершенно противоположное. То же самое происходит сейчас на Белазе. Итак, уже уволен директор МПЗ, это, я понимаю, подшипниковый завод Савинок, уже снят с должности, и интересно, вот так снят, что отправили на еще более убыточное предприятие Станкогомель. Ну, короче говоря, круговорот кое-чего в природе, вы же прекрасно понимаете. А вот родственник Качановой станет директором Белазы, но это опять-таки на уровне сейчас слуха, но кто его знает, вы знаете, никогда не бывает дыма без огня. Так что, по всей видимости, дни нынешнего директора Никифоровича там сочтены, его попросят, поставят более приближенную к императору персону, более преданную, и, судя по всему, гораздо менее профессиональную, гораздо, ну, вы знаете, это все гебье, там гебье станет на должность, что он там на Белазе, на том на хозяйстве. Единственное, что он сможет сделать, это попилить его и сдать на металл, все. Поскольку собирать на Белазе больше нечего, они же ничего не могут ни собрать, ни переслать, ничего, завод под санкциями. То, естественно, что единственное, что ему останется, и вот это у него как раз получится, сдать все на металл и позакрывать цеха. Последний, потушите свет. Ну, кажется, вот что-то, нечто подобное очень скоро с таким вот менеджментом произойдет на Белазе. Слава Лукашенко!